Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение богодухновенной псалтирии. Последний раз мы изучали 133-й псалом, который заканчивает псалмы из группы псалмов «Песнь степеней». А сегодняшнее чтение — это 134-й псалом, который имеет над писанием слово «Аллилуйя» в септуагинте греческой, по-церковно-славянски и в еврейском оригинале. То есть это аллилуарная группа псалмов, предназначенных для особого восхваления. Возможно, что на «Песнь степеней» была одна мелодия, а аллилуарные псалмы могли иметь свою мелодию, как бы сейчас сказали бы свой глаз. Псалом 134-й насчитывает 21 стих, и он начинает со словами «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господние, стоящие во храме Господнем, во дворах Дома Бога нашего». Это призыв к рабам Господним хвалить имя Господне. Здесь этот призыв повторяется. «Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господне». Чему может нас научить это повторение? Это ремис, то есть намек некий, что хвалить надо Господа, и хвалить Его надо с рабским усердием и рабским послушанием. Здесь имеется в виду рабство Господу, которое делает нас свободными от греха и от рабства дьяволу, это проявление, прежде всего, богобоязненности. А, как известно, страх Господень – начало премудрости. «Стоящие во храме Господнем, во дворах Дома Бога нашего». По-славянски «стоящие во храме Господне, во дворах Дому Бога нашего». То есть с особым усердием мы хвалим Господа, хвалим Господа как рабы Господни, особенно тогда, когда мы предстоим Богу в храме, во дворах Дома Бога нашего. С еврейского эти два стиха будут звучать так. «Восхвалите Господа», то есть «аллилуйя», «восхвалите имя Господне», «восхвалите рабы Господни, стоящие в Доме Господнем, во дворах Дома нашего Бога». Эти слова перекликаются в 114-м псалме, где сначала «восхвалите рабы Господни», затем «восхвалите имя Господне», то есть в другом порядке, и вслед за этим «да будет имя Господне благословенно», здесь же сначала «хвалите имя Господне», затем «восхвалите рабы Господне», и вслед за этим «стоящие в Доме Господнем», «стоящие в Храме Господнем», «во дворах Дома Бога нашего». То есть одни и те же словосочетания, но с разным чередованием присутствуют в псалмах, и этот псалом, он схож с 114-м псалмом. «Хвалите Господа, ибо благ Господь, пойте имени Его, ибо это благо». Что значит «ибо это благо», то есть это счастье для человека, то есть это полезно людям и Богу приятно в понимании Афанасия Великого, Феодорита Кирского, то есть во всех отношениях это является благо для человека. Это полезно нам самим, это угодно Богу, Бог воспринимает наши молитвы, наши благословения, высылаемые Ему, те хвалы, которые мы поем Ему, Бог воспринимает все это как некий фимиам, который воскуряется пред лицом Его. И далее, четвертый стих и ниже, «Ибо Иаков избрал себе Господь и Израиля в достояние свое». Господь избрал любящих ближних и любящих Господа, потому что Иаков, мы с вами об этом говорили, он наиболее полно отражает следующую теологическую добродетель – любовь, в то время как Авраам выражает своей жизнью, своими деяниями, чаяниями, ожиданиями теологическую добродетель – веру, Исаак – надежду, Иаков – любовь. Поэтому, когда мы читаем «Ибо Иакова избрал себе Господь», это можно прочитать так. «Ибо любящих, то есть Бога и ближнего, избрал себе Господь, Израиля в достояние свое». У Иакова мы знаем два имени. Первое, собственно, Иаков, означающее «запинающий», а второе имя «Израиль» – это двойственное имя, которое может быть переведено как «воин Божий», а может быть переведено как «богоборец», то есть «воющий с Богом». И действительно, судьба еврейского народа, потомков Иакова, она складывалась вот из этих двух возможных прочтений этого имени, собственного имени Иакова – «Израиль» и нарицательное имя всего еврейского народа как «израильтян». «Ибо я познал», 5 стих и ниже, «что Господь велик, и Господь наш превыше всех богов». Это не значит, что есть какие-то боги, но это означает, что все человеческие представления о каких-либо богах, они даже близко не стоят к библейскому откровению, которое свидетельствует об истинном и единственном Боге, Боге нашим. 6 стих. «Все, что восхотел Господь, сотворил на небе и на земле, в морях и во всех безднах». Здесь мы видим как раз отличие Бога от тех представлений о выдуманных богах, которые были в языческом мире. Бог сотворил небо и землю, Он управляет одинаково небом и землею, в морях и во всех безднах присутствует Его воля. А в языческом понимании все разобщено. Есть Бог неба, Уран, есть Бог земли, богиня, Гея, есть Бог моря, Посейдон, и Бог бездны, хаос. То есть их представления о богах, они даже не дотягивают до откровения о том, что есть единый, который Бог на небе, Он же Бог на земле, Он же обладающий морями и безднами. Под безднами мы можем понимать и бездны пространства, воды по отношению к морям, и бездны пространства неба по отношению к скоплению разных созвездий, теперь бы сказали разных галактик, удаленных от нас на более чем значительном расстоянии. «Он, то есть Господь, возводит облака с краев земли и при дожде молния творит, и при дожде молния творит, а молния в дождь сотвори, то есть это может и так звучать, он изводит ветры из сокровищниц, из сокровищниц, Фанасий Великий пишет, словом сокровищница, псалмопевец изобразил непостижимую для людей природу ветров». Действительно, движение ветра, которое перемещает массы облаков, оно до сих пор непостижимо для людей, которые пытаются это как-то объяснить, но не всегда все можно объяснить с толкновением там холодного потока, с горячим потоком воздуха и так далее. И далее мы читаем, «Он поразил первенцев египетских от человека до скота». То есть нашему Богу принадлежит и небо, и земля, и море, и бездны, и он имеет власть над жизнью и смертью каждого из нас. «Не спасал знамения и чудеса среди тебя», то есть среди Израиля, «Египет на фараона и на всех рабов его, и по отношению к своим противникам. Он поразил народы многие и избил царей мощных». Действительно были мощные правители, цари, императоры, генеральные секретари, там разные президенты. Но всякий раз, когда кто-либо из них восставал против Бога или будет это делать в дальнейшем, Господь сумеет поразить этих нечестивых правителей, нечестие которых заключается в том, что они не почтили Бога, который сотворил небо и землю, который вдохнул дыхание жизни в их ноздри. «Он поразил народы многие и избил царей мощных, Сигона, царя Амарейского, и Ога, царя Абасанского, и все царства Хананские». Здесь перечисляются те цари, те правители, гибель которых была пред глазами верующих людей. «И отдал землю их в наследие, в наследие Израилю, народу своему». То есть Господь как бы расчистил эту землю, согнав с нее нечестивых. Кстати, не потому, что евреи лучше их. И Библия говорит о том, что Бог согнал эти народы не по праведности еврейского народа, а потому, что те превзошли даже возможную меру для них совершения преступлений. То есть дальше уже Господь не мог терпеть их присутствие, и Он согнал эти народы Ханаана. И мы знаем из библейской истории, из всемирной истории, что и самих евреев Господь дважды сгонял с этой земли. Можно сказать, трижды. Каким-то образом земля, которая по преданию была отдана Симу, была захвачена хананьянами. Это значит, что власть семитов там была прекращена. Потом изгнание их с этой земли происходит, когда они оказываются в египетском рабстве. Но это так, можно сказать, условно, потому что там просто был гнет, они как бы еще вступали в права над этой землей. Но точно это происходит второй раз, когда вавилонское пленение, ассиро-вавилонское пленение, а потом римское пленение. Таким образом, как минимум два-три раза они были согнаны с этой земли. И в книге «Второзаконие» Господь говорит, в каком случае Он прогоняет людей с их земли. И в каком случае Он будет прогонять евреев с их земли, и в каком случае будет эту землю им возвращать. И тринадцатый стих. «Господи, имя Твое вовек, и память о Тебе в род и род». Это свидетельствует о том, что из поколения в поколение, из рода в род, то есть от детей к внукам и правнукам, мы должны восхвалять имя Божье, научая их молиться утром, молиться вечером, совершать полуденную молитву, как это было установлено в еврейском народе. И происхождение каждой из этих молитв утренней, полуденной, вечерней связывалось с одним из патриархов. «Ибо будет Господь судить народ свой и к рабам своим умилосердиться». То есть он будет судить свой народ как богоизбранный народ. Как я часто объясняю, со своих избранников Бог спрашивает значительно строже, чем с обычных людей. «И к рабам своим умилосердиться». Что значит «к рабам»? «К тем, которые покорятся ему, как рабы с рабской преданностью вернуться к нему в раскаяние. Ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». «Умилосердиться». «Умилосердиться» по-славянски «умолиться» Златоуст учит, то есть помилует. «Помилует». «Идолы, язычников, серебро и золото – дела рук человеческих». Ну, в применении к нашей реальности можно сказать, что идолы язычников нашего времени – это доллар, это евро, это юань или даже рубль. В зависимости от того, какой валюте человек отдает предпочтение, каким деньгам он поклоняется. Но идолы ничего не могут сказать нам. «Уши имеют и не услышат, и нет дыхания в устах их». То есть это мертвые стуканы, идолы. Выше сказано, «Уста имеют и не проговорят, глаза имеют и не увидят», это 16 стих и 17 «Уши имеют и не услышат, и нет дыхания в устах их». Но идолы нашего времени – это разные спортсмены, разные кинозвезды, разные звезды кинобизнеса и так далее, и так далее. Политические какие-то лидеры. Но они тоже ничего не могут нам сказать. «Уста имеют и не проговорят, глаза имеют и не увидят». Потому что все, что они говорят нам, оно не имеет отношения к истине. Как правило, они лгут или выдумывают какую-то свою реальность. И нет дыхания в устах их, в том смысле нет жизненности в том, что они говорят, к чему они нас призывают. «Глаза имеют и не видят». Они так заняты слишком собой, все эти известные люди, что они не видят реальных проблем простого народа. «Уши имеют и не услышат», то есть никакой вопль до них не доносится. Такие люди, истуканы, слышат только самих себя. «Подобные им, да, будут делающие их и все надеющиеся на них». То есть те, которые изготавливают этих идолов, сейчас существуют такие политтехнологии, как раскрутить любого музыканта, как раскрутить любого спортсмена, как раскрутить и преподнести в выгодном свете любого политикана. «Подобными им будут делающие их и все надеющиеся на них». Ведь сказано же, «Не надейся на князя, на сына человеческого, в них нет спасения». Дом Израиля, «Благословите Господа», то есть в противоположность идолопоклонству, надо благословлять Господа, потому что Бог видит наши проблемы, Бог слышит наши мольбы, в отличие от современных людей-идолов, которые видят только себя и слышат только себя. Они могут в пространстве целой земли, целого народа, целого государства создавать такой театр одного актера, и все это очень беззаконно выглядит. И в противоположность этому Дом Израиля, «Благословите Господа», Дом Аарона, «Благословите Господа», Дом Левия, «Благословите Господа». Дом Аарона – это священники, потомки Аарона. Дом Левия – это левиты, но не имеющие права служить в храме, а те, которые помогали совершать это служение. Таким образом, Господь призывает священников, действующих в храме, благословлять Бога, и Дом Левия, то есть те, которые совершают свою диканию при Доме Господнем, как бы сейчас сказали, чтобы они тоже благословляли Господа. «Боящиеся Господа» – «Благословите Господа». Потому что, когда человек это делает со страхом и трепетом, то его молитва особенным образом принимается Создателем. И последний стих, 21-й. «Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме». То есть по Зигабену «Да будет благословен и прославлен Господь, живущий на Сионе и в Иерусалиме». И в Иерусалиме. И вот этим, 21-м стихом, оканчивается 134-й Псалом. Иерусалимы. Продолжение следует...